9 мая – особая и священная дата в истории России. В 2015 году исполняется 70 лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в сердцах россиян. 70 лет освобождения Сталинграда будет. Есть, по-моему, 70 лет и победы. У меня дедушки воевали оба. Сталин погиб, а другой уже по старости. А, 70 лет, да. Ну, у меня дед воевал во 2-й ударной армии, преданной Власову. И бабушка воевала за независимость нашей страны. Так что, как бы, эта дата достойная. То, что просто дед был, ему награды вернули в 50-х годах, а у него уже, как бы, это сердце было, ну, настолько, как бы, потому что их считали предателями. Но потом, как бы, власти там и Родина, как бы, призналась в своих ошибках. Вот. И, как бы, вернули награды, и все. Но он, как бы, уже такой был, это, пораженный, как бы, так, духовно так, надломленный. Ну, а так-то, как бы, в целом-то, я что вот могу вспоминать, что они работали, довоевали, как говорится, за это. Не сидели там, сложа руки. У меня дедушки все умерли. На войне, да? На войне. Свой дед без ног пришел. Свекру меня, 6 лет на войне воевал. Байрам Байрашевич и финскую, и это, от корочки до корочки, 41-45, до Берлина дошел. После Берлина сразу его забрали, это, это финскую, на Донний Восток. Там был он. Он после войны приехал только в 46-м или 47-м, точно я уже не помню. Он был связистом, на передовой всегда. А другой у отца, это отец, вот, Биг Батыров. Батыр, он это, без ног приехал. Он долго жил после войны. Я помню, он нам еще, это, валенки. Все, он работать не мог, просто валенки штопал. Но он не любил про войну вот это разговаривать. Не помню. Если не считать, 70 лет победы на царшинской Германии. Мой отец воевал, ну, на войне. Значит, приехал он в 45-м, в сентябре. Дальше шел в Германию, несколько месяцев находился там. Приехал, вот. Мама его ждала. После, вот, когда он приехал, через год родился я. Ну, говорили то, что прадедушка служил. Но сейчас, если честно, прадедушка лично сама не знакома была. Даже не могу ничего сказать, где служил, как. Ну, знаю то, что в те времена были очень-очень тяжелые. День победы, это должна быть память такая, войну. У меня дедушка в войне погиб. Погибших, конечно. Погибших много, да. У меня вот маме было 12 лет, когда война началась, участник войны. Участник тыла награждена? Конечно, это праздник, самый большой праздник для нас, для пожилых людей. У меня отец погиб на войне, первый же месяц. Мы сиротки выросли. Это очень, этот праздник, как-то, честствуем всей семьей, всеми поколениям своим. Внуки у нас очень тоже эти праздники очень честят. Погиб у меня папа в 44-м году. У меня папа ветеран. Это уж тыла. Мамы тоже рассказывают, когда уж слезы. У них братья боевали. И погибли. У мамы брат. Брат. Один вернулся, и один погиб. Он по-любому остался. У папы тоже есть раненые и погибшие были. Великая победа. Путь к ней был долг и труден. Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военных лет, о самой главной и невосполнимой утрате миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны.